Всем привет, и сегодня мы с вами поговорим немного о фрилансе, и так как этот канал про переезд в Польшу и о фрилансе, это в принципе у меня сейчас друг с другом максимально тесно идет, поэтому я хочу рассказать 5 плюсов для фриланса именно в Польше. То есть находясь здесь и фрилансить, какие в этом вообще есть плюсы. Так что погнали! Первый плюс это то, что в Польше есть бизнес-инкубаторы, и именно эти компании занимаются фрилансерами. Как бы нельзя на территории Польши сидеть, вот приехать просто, будучи никем, да, гражданин другой страны, приехать и фрилансить себе спокойно. Так не получится, но здесь есть бизнес-инкубаторы, это такие компании, которые нанимают фрилансеров, да, так скажем, не то, что нанимают, они просто у себя их просто берут и зачисляют, да, то есть вы как бы в компании работаете. Вот, но получаете, соответственно, как бы деньги со своего какого-то дела, и такие компании очень часто и постоянно ищут фрилансеров по всему миру. И вот в Польше их очень много, это здесь очень распространено, поэтому вы просто можете найти, не знаю, вбить в гугле бизнес-инкубаторы в Польше и написать любому. Вам скажут, пожалуйста, покажите только ваш заграничный паспорт, именно сделайте ксерокопию, и все. Это все, что нужно. Допустим, я смотрел, как делаются визы фрилансеров, там, какие-то другие страны, и у них есть какой-то определенный срок, и чтобы это продлить, нужно выезжать из страны. Как бы все сложно здесь, в этом плане, ты просто берешь, отдаешь свой заграничный паспорт, именно делаешь ксерокопию, отправляешь им этот скан, и все. Они тебе делают приглашение в страну. После этого ты просто делаешь обычную рабочую визу в связи с этим приглашением, и все на этом. Документация какая-то там нужна, ну, обычная, да, что для визы нужно, это медицинская страховка, и там, ну, вообще твои какие-то там данные, да, и все на этом. Никаких выписок со счета не нужно делать, ничего. Предоставлять, сколько вы там получаете, тоже не надо. Это огромный плюс. Просто говорите, я хочу, у меня есть заграничный паспорт, все, погнали. И вам делают приглашение, вы прилетаете и живете. Это, я считаю, максимально простой способ для фрилансера, чтобы попасть в другую страну. Второй плюс заключается в том, в принципе, я про него чуть-чуть уже в начале сказал, это то, что вам не нужно обновлять вашу визу фрилансера или что-то еще. У вас обычная рабочая виза, и после того, как вы приехали в Польшу, вы можете там чуть ли не в первый день подаваться на ВНЖ. То есть вы приехали, получаете, так получали там свои деньги, и, соответственно, подаетесь на ВНЖ. Это ВНЖ на самом деле не очень быстро делают, в общем, у всех по-разному. Но в любом случае, пока его делают, вы можете находиться здесь, а когда его вам уже сделали, вы, соответственно, можете заезжать, выезжать в Польшу, там, ездить по другим странам. И, более того, вы потом можете опять продлить это ВНЖ, и впоследствии, там, прожив здесь пять лет, делаете резиденцию Евросоюза. Ну, и в дальнейшем можете сделать паспорт, там, можно через два года еще, грубо говоря, по документам семь лет вы находитесь здесь, и через семь лет подаетесь на гражданство, уже польское гражданство, и все. Поэтому суть в том, что вот этого второго плюса, что максимально легкая легализация в дальнейшем. Вы один раз заехали, все, никаких визаранов, как это на Бали, допустим, да, или каких-то других азиатских странах. Вот мы фрилансеры, мы там сидим и вот под пальмой монтируем видосы, там, не знаю, пишем, делаем сайты, какие-то коды и так далее, за это получаем деньги. Но у всех возникает вопрос, блин, а куда нам выезжать-то, куда визаран делать? Нам что, три, там, можно три месяца на Бали пробыть по визе, потом продлить эту визу еще на три месяца, через это время тебе нужно выезжать из страны, и потом опять в нее заезжать. И даже вот этот, одна, там, две поездки, да, из страны выехать-заехать, они уже немного так, в уме ты всегда держишь, что ты не можешь здесь находиться постоянно. Вот, это немного напрягает. И здесь такого нет. Ты просто идешь, там, не знаю, в одно здание, отдаешь документы, все, ждешь, там, полгода, условно тебе дают ВНЖ, все, с этим ВНЖ смотришь, насколько дали, столько и живешь. То есть, заканчивается ВНЖ, опять пошел в это же здание, отдал пачку документов, все, опять сидишь, ждешь, никуда выезжать не надо, как работал, так работаешь. И все на этом. То есть, я считаю, что именно легализация для фрилансера тоже очень важна. И, соответственно, второй плюс в этом и заключается. Третий плюс – это маленький процент подоходного налога, а именно, если, допустим, взять даже Россию, там, если вы самозанятый, ну и, разумеется, вы фрилансер, да, в таком случае, там, конечно, вы платите 4% от физических лиц и 6% от ИП или от компаний, да, которые вам платят, налог 6% от них, от физических 4%, но здесь он составляет 8,5%, если вы что-то создаете. Допустим, вы создали сайт для какой-то компании или там для физического лица, неважно. Я, например, создал видео, которого раньше не было нигде, и вот оно появилось благодаря мне. Или еще что-то. Если вы что-то создаете, то тогда у вас подоходный налог 8,5%. Если вы просто оказываете услугу, допустим, вы настроили таргет, допустим, да, на какой-то там, не знаю, сайт или что-то еще, но вы ничего не создали, а просто оказали услугу, то в таком случае у вас будет 14% налога. Если вы хотите полную медицинскую страховку, пакет там, пенсию, вообще все, что хотите, это как у всех тогда будет 30%. Вот здесь плюс в том, что вы можете выбирать, и еще все-таки сравнение с Россией, наверное, да, здесь все-таки побольше, ну, как бы 8% подоходный налог, но по сравнению со всеми остальными, кто живет в Польше, это самый маленький налог, и, наверное, даже по Европе это один из самых маленьких подоходных налогов, поэтому, как бы, здесь тоже 8%, как бы, ну, это вообще на самом деле очень мало, и поэтому работай, пожалуйста, и все на этом. То есть плати 8,5%, а, 8,5% еще платите не прямо вы куда-то идете, а за вас это делает бизнес-инкубатор, с которым вы работаете. То есть, грубо говоря, у вас на компании, на счету внутри компании, на вашем счету внутри компании, у вас есть деньги, и просто вы говорите, там, все, мне нужно перевести эти деньги на мой личный счет, и когда они переводят, они просто вычитывают оттуда этот налог, и все на этом. То есть вам, как бы, грубо говоря, у вас еще и бухгалтер есть, то есть видите, здесь вы, как бы, ничего сами, собственно, наручно, никуда даже, если это нужно было делать в России, отправлять вот эти налоги самому, заходить в мой налог, это все делать, то здесь даже этим, ну, как бы, не нужно заморачиваться на этот счет. Вот. 8,5% плачу я, и меня это устраивает, считаю это очень большим плюсом. Четвертый плюс, не такой, конечно, прям большой, но как такая дополнительная плюшка очень хорошо. Допустим, смотрите, я работаю, например, там, в России, и там, живу в России, да, скажем, и там, веду какой-то свой, там, не знаю, фриланс-дела, да, и я купил себе новый ноутбук, потому что мой старый сломался, или мне, там, заказчик требует очень какие-то серьезные проекты, и мой ноутбук, если у меня ноутбук, то он не, ну, уже все не вывозит. Я покупаю новый, но я плачу и НДС, да, вместе с новым. Это как бы, ну, я плачу вот этот НДС, который в сумму моего ноутбука нового, и, казалось бы, я ж по работе это беру, да, списать этот НДС никак нельзя, а здесь вы можете, так как вы работаете с бизнес-инкубатором, вы можете просто взять и этот налог списать на них. То есть вы просто покупаете, там, ноутбук, вот все, что вам нужно для работы, там, компьютерный стол, компьютерное кресло, ноутбук. Именно почему ноутбук, а не компьютер, потому что компьютером очень много составляющих внутри, и там не спишите, а если вы цельное что-то покупаете, ноутбук, клавиатуру, мышку, компьютерный стол, скажем, да, там, компьютерный стул, или что для вас вообще, что вам еще нужно, или там графический планшет, если вы там что-то рисуете и так далее, то в таком случае подоходный налог за вас платит бизнес-инкубатор, а он в Польше составляет 23%, то есть минус 23% вы просто берете и, ну, кэшбэка, так скажем, да, получаете. Я считаю, что это тоже, ну, офигенно. Скажем, если вы просто фрилансер, где-то сидите на Бали и поехали, купили себе, там, ноутбук тот же самый, ну, НДС вы заплатите. Вот, поэтому тоже считаю это очень большим плюсом. Вы можете очень много денег экономить, и эти же деньги можете, там, не знаю, там, налоги платить с этих денег условно. Вот, так что, ну, офигенно, 23%, ничего себе. Пятый плюс заключается в том, что ваше налоговое резидентство, оно будет находиться в Польше, и вы здесь платите 8,5%. И вот теперь вы можете поехать на то же Бали, не знаю, да, условно, и, там, визараниться, делать все, что вам нужно, и вы спокойно знаете, что вы платите налоги, у вас все хорошо. Но Бали – это отдельный разговор, или какое-нибудь другое место, да, в Азии. Здесь все-таки больше территориально, почему именно вот Польша, территориально большой плюс в географическом плане, потому что здесь после того, как вы приехали, и у вас еще не аннулировалась ваша рабочая виза, и пока вы делаете ВНЖ, вы можете просто взять, и пока у вас работает виза, да, вы можете поехать в любое другое место, в любое время, допустим, не знаю, в Португалию решили поехать, и там месяц пожить, и фрилансить, да, там, на ноутбуке условно, то вы можете это прекрасно делать, и все равно вы будете платить налоги в Польшу. Можете вообще по любому месту, там, в Евросоюзе находиться, хоть где, пока у вас работает виза. Как только у вас виза заканчивается срок, возвращайтесь в Польшу, в это время уже, там, или за месяц до этого подаетесь на ВНЖ, и все на этом, то есть вы подались на ВНЖ, у вас все хорошо, ждете, когда вам дадут это ВНЖ, оно, к сожалению, может, там, занимать от полугода до года, вот, и после этого вам его могут выдать на год, на два, на три, и вы, соответственно, все это время можете опять ездить по Европе и спокойно, там, где-то жить, не обязательно в Польше. То есть, вот это налоговое резидентство здесь, во-первых, маленький процент, да, и то, что вы можете спокойно вот так вот ездить, и как, что, если что, вдруг вы можете так же близко тут, либо долететь за пару часов, там, либо просто даже приехать на поезде, максимально быстро, если вам здесь нужно документы, вопросы решить. Так что географическая составляющая именно вот в плане того, где находится Польша, тоже очень и очень выгодна. Подводя итоги, я хотел бы сказать, что, возможно, это не самое лучшее какое-то, не самое идеальное место, да, там, для фриланса. Допустим, вот в Португалии у них нет НДС вообще для фрилансеров, но они берут там 70% вашего дохода и оттуда какой-то налог платят. Либо там 70% вообще налога от какой-то вашей суммы, вашего дохода. Короче, там есть национальный налог, помимо НДС. НДСа нет, но вот национальный налог вам нужно платить. Вот, в каких-то других странах там вообще налог очень большой, где-то визу нужно долго делать. А здесь, в Польше, оно как-то вот все, именно вот среднее все. Знаете, чтобы сюда попасть, очень просто. Просто загранник нужно иметь и какой-то доход, причем, который вас не проверяют. Приехали сюда, зарабатывайте спокойно. Также географически все близко. Легализация очень простая. То есть, в принципе, найти что-то такое же похожее по количеству нужных, необходимых документов по территориальной какой-то, да, важности. И, в принципе, не знаю, чтобы это было хотя бы в цивилизованных странах, там, знаешь, в Евросоюзе, например, или там Австралия, Америка, Канада, то это тоже нужно поискать не так легко. Вот, а Польша прям, ну, это такая, как будто, знаете, лазейка, через которую ты проходишь, и, в принципе, все отлично в этом, ну, в плане налогов и всего остального. И, в принципе, жизнь в Польше, да, наверное, это такой, как шестой плюс, да, можно отнести к тому, что, в принципе, здесь жизнь довольно комфортная, отличается по сравнению с Россией уж точно. Вот, и та же самая, не знаю, там, молочка и просто продукты, они намного высшего качества, чем у нас в России. И кто бы что ни говорил, мне писали из России, что вот, вот к нам в Россию возится там в основном что-то все из Польши, и наоборот из России в Польшу какие-то продукты возятся. Я все, что смотрю, тут те продукты, которые здесь есть, и их качество, это просто небо и земля по сравнению с тем качеством, которое было в России, когда я что-то покупал и ел. Вот, поэтому тоже, как такой легкий плюс можно отнести к тому, что уровень жизни здесь тоже намного-намного лучше, комфортнее, в принципе, жить. И, ну, пока я ничего такого не ощутил. Единственное, наверное, как я говорил в предыдущем видео, что здесь, ну, как и во всей Европе, просто всеми длительные. То есть, если нужно какое-то резкое дело сделать, документальное, там, финансовое, оно тоже будет немного дольше, чем это было, не знаю, там, в России или в СНГ. Но, как бы, по сравнению с плюсами, это, ну, вообще мелочь. Вот. Как-то так. Если есть вопросы по поводу фриланса, спрашивайте в комментариях, либо в личку, в Телеграме у меня тоже есть отдельный чат фрилансеров, и отдельный чат просто мой, поэтому все будет в закрепленном комментарии, даже просто все будет в описании. Добавляйтесь, кому что нужно, пишите, спрашивайте, на все отвечу. Все. Всем спасибо и всем пока.